Эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! И прямо сейчас оперативно о главном, достоверно обо всем. Сознались в содеянном. Убийцы гражданок КНР арестованы и уже дают признательные показания. Общедомовые нужды доведут до нужды. В вершине Тео и жители многоквартирных домов возмущены необоснованными суммами в расчетках. Масштабные стройки в Хакасии одновременно будут возводить 4 объекта с миллиардными бюджетами. Завтра Абакан останется без горячей воды на 4 дня. Несмотря на довольно прохладную погоду, теплоэнергетики решили все-таки отключить теплоснабжение и провести гидравлические испытания городской системы. Подачу горячей воды прекратят с 8 утра 21 мая, а возобновят сразу по завершению работ. Ориентировочно в пятницу 24 мая. Специалисты проверят систему на прочность, а выявленные дефекты будут включены в план ремонтных работ в этом сезоне. Все это время детсады и школы города будут работать в обычном режиме. Напомним, отключения должны были провести еще неделю назад, но из-за резкого похолодания сроки сместили. Убийцы трех китаянок дали признательные показания. Напомним, подозреваемых в совершении зверского преступления полицейским удалось найти всего за сутки. В субботу днем Усть-Абаканский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Трое из четырех молодых людей в прошлом уже привлекались к уголовной ответственности, в основном за грабежи. Следователи также озвучили предварительную информацию по делу. Все подробности в материале Натальи Громашовой. Мне их не удивило, в чем вы рассказываете. 22-летний Дмитрий Акимов уверяет, в совершении жестокого преступления не участвовал, выполнял лишь функцию водителя автомобиля. На машине в ночь с 14 на 15 мая четверо местных молодых людей, двое из которых братья, вывезли с кладбища недалеко от станции Ташиба трех гражданок КНР. В поле у села Красноозерное Усть-Абаканского района обвиняемые расправились с женщинами. Свою вину трое парней уже признали. «Поочередно нанесли множественные удары по голове трем женщинам. В результате отпричиненных телесных повреждений женщины скончались на месте происшествия. Акимов в это время находился в автомобиле и наблюдал за происшедшим. После чего с целью сокрытия следов обвиняемые действию совместно и согласнованно сожгли тело женщин и скрылись с места происшествия». «Свести подальше к дереву, все просто. А пацаны потом решили их с чего-то прибить». «А мальчики были под алкогольным выпинением или нет? Презвые?» «Я не расспрашиваю. Я их просто везю туда обратно». «14-го утром они начали пить и выпили, ну, я не знаю, порядка 6 литров пива и 4 бутылки водки. Тут нет секрета. Решили просто ограбить. Когда ограбили, пошло дальше. Решили изнасиловать». На следующий день криминальная четвёрка также на машине отправилась в Красноярский край, в село Берёзовка. Здесь, по словам следователей, живёт отец одного из обвиняемых в убийстве. По пути, как потом рассказали адвокатам, сдали в ломбард украденное золото. «Как мой пояснил, он сам хотел явиться с повинкой, когда уже вышел из похмельного синдрома. И узнали, что в интернете есть информация, по телевизору увидел информацию». Ближе к ночи, в минувшую пятницу, сотрудники МВД доставили преступников в Хакасию. Тогда же с ними встретились адвокаты. У каждого парня свой защитник. Между тем, даже адвокаты говорят, вести дело будет сложно. Рассчитывать на то, что наказание кажется нежёстким, практически невозможно. В субботу в Усть-Ибаканский суд парней и оперативники привозили поочерёдно. Заседания были закрытыми. В отношении каждого судья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Молодым людям предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц», совершённая группой лиц по предварительному сговору. «Уголовная ответственность по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы или смертную казнь». Также в Следственном комитете рассказали, что в ночь с пятницы на субботу Хакасию посещали представители консульства КНР. Китайская сторона намерена наблюдать за расследованием уголовного дела. Что касается убитых гражданок Поднебесной, то все прибыли в Россию в разное время – с октября 2012 года по март 2013. У всех имелись визы, срок действия у двух женщин незадолго до убийства закончился. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Накануне днём владельцам нескольких дач, расположенных на Калягинских холмах, пришлось на время отложить работу в огородах. На одном из заброшенных участков был обнаружен снаряд. Председатель садового общества Евгений Холодников в эти дни приводит дачную систему централизованного водоснабжения в порядок. Накануне днём вместе с товарищем работали на очередной улице, открывали вентильный кран на трубе. Здесь-то и наткнулись на боеприпас. Дачники рисковать не стали, вызвали специалистов. К месту предполагаемого ЧАЭС прибыли полицейские, пожарные, медики. Между тем, основная работа легла на плечи кинологов и взрывотехников ОМОНа. Специально обученная овчарка не почуяла опасности от ржавого боеприпаса. Тогда за дело взялся сапёр. На первый взгляд взрывотехники определили, снаряд выпущен в период с 1973 по 1986 годы. Было установлено, что это болванка от учебно-практического бронебойного снаряда калибром 90 мм. Опасности она не представляла, так как в ней не находилось взрывчатого вещества. И после дальнейшего обследования она будет утилизирована. Рост тарифов на услуги ЖКХ взят под контроль на республиканском уровне. Тем не менее, суммы в квитанциях жителей многоэтажек в некоторых населённых пунктах Акассии продолжают расти. Коммунальщики нашли новый способ увеличить счета потребителей. К нам в редакцию обратили жители посёлка Вершина Тёй с просьбой рассказать о бесконтрольном росте цен за общедомовые нужды. В ситуации разбиралась Юлия Константинова. Пенсионерка Валентина Гольцукова живёт в доме по улице Щетинки на 12 больше 20 лет. Правда, домом этот деревянный барак, который будут расселять по программе «Ветхое жильё» называть трудно. Однако платить коммуналку приходится как за элитную квартиру. Больше всего возмущают счета за свет. Точнее, общедомовые нужды на электричество превышают все разумные пределы. В тот раз 830 уплатила, даже, я же прям думаю, ну как это? Конечно, тяжело. Я сначала думала, хоть бы 200, а ну по 800, по 700, это вообще уже. Шокирующие счета с прошлого года приходят всем жителям близ лежащих домов. При том, что качество услуги оставляет желать лучшего. В подъезде букет. Дома, да, старые, деревянные. Пыхнет в один момент. Никто ревизии не делал. Никто вообще ничего не делал. Но суммы сумасшедшие. Декабрьский 1045. Мы 1045 уплатили. И еще больше пришло. То есть аппетиты растут? Ну это нереально такие суммы. Не миллионеры платить. 8 тысяч пенсии и тысячу отдать только за электричество. Я взял, значит, 6 лампочек. Умножил на 30 дней. Умножил на 40 ватт. Посчитал все деньги. Разделил на 16 квартир. Я должен платить, даже если круглые сутки будут гореть вот эти лампочки в подъезде. Я должен платить 15 рублей 37 копеек. На общем собрании жители поселка обратились в Головецкийского района с просьбой взять ситуацию под контроль. Результат – создана комиссия по тарифам ЖКХ, куда вошел и глава вершины Тюэ. Попробуй, к нему пойдем. Он ничего не знает. И у него никакого интереса нету защищать вот этих бабушек. Кстати, на днях многие из них получили письма из суда с требованием оплатить долги за электроэнергию. Их, в свою очередь, направили в встречные иски в адрес поставщика услуги Саянских электрических сетей. Мы будем отслеживать развитие ситуации и обязательно расскажем, чем разрешится конфликт. Другим темам. Более ста семей по Хакасии получат в этом году сертификаты на социальную выплату. Минсельхоз выделяет субсидии молодым семьям и специалистам на строительство или приобретение жилья. Сегодня 12 очередников получили сертификаты из рук министра сельского хозяйства Ивана Вагнера. Программа данной финансовой помощи действует в Хакасии уже пять лет. Республика участвует в ней совместно с федеральным центром. Социальная выплата предоставляется только сельским жителям. Таковы условия целевой программы «Социальное развитие села». Согласно сертификату, очередник получает 70% от расчетной стоимости квартиры или дома. Причем это может быть и строительство, и покупка жилья на вторичном рынке. В зависимости от района суммы варьируются от 360 тысяч до полутора миллионов рублей. 500 семей молодых специалистов и просто семей, проживающих на селе, улучшили свои жилищные условия по данной программе. И темпы они ежегодно нарастают, и количество участников становится все больше и больше. В России запустили в эфир общественное телевидение ОТР. Новый федеральный канал появился накануне автоматически и бесплатно в сетях всех операторов кабельного, спутникового и IP-телевидения. Однако пока не всем жителям Хакасии доступно вещание. Причину узнала Ольга Стельмах. Общественное телевидение России сокращенно ОТР. Указ о его создании Дмитрий Медведев подписал еще в прошлом году. Но из-за проблем с финансированием старт отложили более чем на год. В сетке телевещания новая СМИ появилась лишь 19 мая. Бесплатно и автоматически в сетях операторов кабельного, спутникового и IP-телевидения. Но в Хакасии увидеть его пока могут не все жители республики, а лишь те, кому доступно цифровое вещание. Вещает он только в цифровом формате. Могут его смотреть потенциально 85% населения республики. У нас в тестовом режиме сейчас работают 63 станции. Чтобы добавить общественный канал, телезрителям достаточно лишь включить автоматическую настройку. В сетке же кабельного вещания ОТР, уверяют операторы, в Хакасии появится только через несколько дней. При круглосуточной трансляции на канале не будет рекламы. Эфир займут новости, аналитические дискуссии в формате ток-шоу, документальные и анимационные фильмы. Основной акцент на регионы. Если смотреть ОТР сможет не вся наша республика, то вот телезрители общественного ТВ о Хакасии узнают. В программу нового канала вошли сразу два фильма Хакасской киностудии. Конечно, для киностудии Хакас фильм – это, конечно же, событие. Потому что попасть в первые дни эфира, наверное, это очень почетно. Будет показан первый наш фильм «Тайна Хорту Эхтас». Также мы ожидаем в ближайшее время показ следующего фильма, который называется «Чатхан». Вот это фильм этого года. Премьера у нас пройдет именно на вот этом канале. Документальный фильм «Победитель международных конкурсов в тайнах Урту Эхтас» выйдет в эфир сегодня в 20.20 по местному времени. Общественное телевидение сегодня существует более чем в 40 странах мира. У его истоков британская корпорация BBC. В России же ОТР пока работает в тестовом режиме. Идет набор штата. К полноценному вещанию канал перейдет с сентября этого года. В Хакасии одновременно будут строиться четыре объекта-миллиардника. Лечебный корпус республиканской клинической больницы, перинатальный центр, новое здание Хакасского национального краеведческого музея и поселок Новообразцова. Политическую и финансовую поддержку на их возведение республики уже гарантировал федеральный центр. Все четыре стройки должны стартовать в этом году. Объекты такого масштаба строятся в Хакасии впервые. К примеру, новое здание больницы обойдется более чем в 3 миллиарда рублей. Больше половины суммы уйдет на закупку оборудования. Корпус построят на месте старого терапевтического, снос которого, кстати, запланирован уже на этой неделе. Демонтажом, а впоследствии и строительством займется подрядчик из Красноярска. Нам подтвердили финансирование. Это 400 миллионов рублей в 2013 году. Мы используем средства федерального бюджета. И порядка 70 миллионов рублей, это средства республиканского бюджета, по программе «Сейсмика» будут потрачены на данный объект. Это второй лечебный корпус республиканской больницы в 2013 году. По 2015 год включительно мы должны это завершить. С учетом того, что у нас есть и республиканское, и федеральное финансирование, мы думаем, что эти сроки как раз и будут соблюдены. Второй и немаловажный объект для здравоохранения Хакасии – перинатальный центр. Начало его строительства республика добивалась несколько лет. Виктор Зимин лично вел переговоры с Москвой. Убедить центр в том, что медицинское сопровождение рожениц и малышей для нашей республики крайне необходимо в конечном счете удалось. В результате 95% от стоимости объекта придут из федерального бюджета. Общая смета – больше 3,5 миллиардов рублей. 14 тысяч умных счетчиков появятся в Хакасии в этом году. Они позволяют дистанционно снимать показания расхода электроэнергии и практически исключают возможности ее хищений. Современные счетчики устанавливают в рамках инвестиционной программы «Хакасэнерго». Счетчики внедряются в Хакасию уже не первый год. Устанавливают их в частном секторе, где особенно высока доля потерь в сетях или, по мнению специалистов, высокий процент энерговарства. Сам счетчик крепится на стол рядом с домом, и сделать незаметный наброс на провод уже невозможно. Черногорск – один из первых в Хакасии, где весь частный сектор переведут на интеллектуальные счетчики. Мы занимаемся приемкой счетчиков новых, более точных. И, собственно говоря, люди, которые добросовестно относятся к потреблению электроэнергии, собственно говоря, бояться нечего. В доме у потребителей ставят выносные дисплеи, которые показывают количество использованной электроэнергии. Владельцам домов рассказывают, как пользоваться современными приборами. Как возражать? Это значит прогресс какой-то, что-то новое. Ну, берем этот, будет этот. Новые счетчики избавляют их владельцев от необходимости ежемесячно передавать показания. В дом к ним уже не заходят контролеры во время рейдов. Ведь все показания за любой период времени специалисты могут отследить из офиса. Информация высвечивается на мониторе компьютера. И есть результаты. В частности, процент потерь в самых проблемных районах города, где установили умные счетчики, снизился в 2,5 раза. Соответственно, у нас повысилось качество электроэнергии на этих фидерах. У нас значительно снизились жалобы по этим фидерам на низкое качество напряжения. То есть у нас сети выровнялись по напряжению. Эффективность от применения новых приборов учета можно рассчитать не только в отдельном населенном пункте, но и в целом по компании. В прошлом году у нас, например, сократились потери на 34 миллиона против плана. В этом году мы уже по первому кварталу имеем экономию в потерях порядка 12 миллионов киловатт-часов. И немаловажную роль в этом играет внедрение автоматизированных систем учета, сбора показаний. Немаловажная деталь – установка умных счетчиков для потребителей совершенно бесплатна. Хотя стоит такой прибор в среднем 10 тысяч рублей. И, по мнению специалистов, это пусть и затратный, но все же самый эффективный способ борьбы с хищениями электроэнергии. Около ста молодых сосен, ели и пихт высадили в Саиногорске. Через десятилетия на территории нового больничного комплекса появится настоящий хвойный лес. В акции, приуроченной ко Всероссийскому дню посадки леса, участвовали представители власти, работники лесхоза, медики и школьники. Территория больницы была выбрана не случайно. На пустой двор комплекса через несколько лет будет радовать молодой порослью и врачей, и пациентов. Все саженцы хвойных пород доставлены в Саиногорск из местного лесничества. Как считают специалисты, именно такие деревья хорошо приживаются на этой почве. В акции «День посадки леса», которая прошла по всей Хакасии, приняли участие более трех тысяч человек. А лесной массив республики увеличился на 15 тысяч молодых деревьев. Посадка будет продолжаться и в лесничествах. Специалисты планируют занять саженцами полторы тысячи гектаров. Еще одна зеленая аллея появилась в парке культуры отдыха Абакана. Назвали ее ни много ни мало Олимпийской. Несколько сотен саженцев высадили горожане, участники зеленого марафона, который организовал Сбербанк России. Генеральный партнер 22-х Олимпийских зимних игр в Сочи. Спортсмены-любители состязались на отрезке в 4 километра 200 метров. Это десятая часть марафонской дистанции. Она символизирует поддержку участниками зеленого марафона олимпийских ценностей. Сбербанк России является спонсором зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Проект «Зеленый марафон», кроме поддержки Олимпийского движения, направлен на популяризацию массового спорта и здорового образа жизни. Ведь и в забеге главным была не победа, а участие. Очень полезное мероприятие, потому что люди стимулируют занятием активными видами спорта, здоровому образу жизни. Думаю, очень важное для города и для Сбербанка, естественно. «Зеленый марафон» проводится второй раз подряд. В прошлом году в нем приняли участие спортсмены-любители 42 городов России. В этом география марафона расширилась. К нам присоединились наши коллеги и партнеры в Украине, Казахстане, Турции и Австрии. Вообще, олимпийский слоган Сбербанка – движение к достижениям. То есть мы никогда не стоим на месте, мы развиваемся, совершенствуемся и, конечно же, поддерживаем здоровый образ жизни. Кроме забега, в программе была запланирована закладка Олимпийской аллеи. Участники высадили на одну из полян абаканской зоны отдыха 42 молодых сосны. И пробежали марафон, и еще и полезное дело сделали. По мнению организаторов «зеленого марафона» акция удалась. Любители здорового образа жизни получили заряд бодрости, а место спортивного отдыха абаканцев стало еще зеленее. По прогнозам синоптиков, летнего тепла в ближайшие дни ждать не стоит. По всей республике до конца недели будут идти дожди, и температура днем не поднимется выше 17 градусов. К этому часу у меня все. Смотрите новости и на нашем сайте. Не пропустите главного. Увидимся.